Радио Болтком Прослушайте промо-программы Прямая речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая речь Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Добрый день еще раз уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире Сейчас у нас в гостях известный в прошлом футбольный вратарь а сейчас президент спортивной академии Рига и я так понимаю генеральный директор футбольного клуба Рига Раймонд Лайзенса на студии Ну нет, моя задача только руководить академией То есть фактически это подготовка молодежи, скажем так Совершенно верно Вот может быть перед тем, как поговорим о спортивной футбольной академии может быть не могу вас не спросить вот об этом вообще Кубке Европы естественно финал захватывающий мне кажется смотрели его даже те, которые ну так, не очень большие фанаты футбола но пропустить такое событие грандовое не смогли вот ваше впечатление Вы на кого ставили, кстати? На британцев или на итальянцев? Признаетесь Признаюсь, я ставил на датчан Мне очень симпатична эта страна очень-очень симпатична и я хорошо знаком с датским футболом Вот я хотел спросить, да Поэтому ставил на них и они оправдали мои надежды Ну он действительно развивается, датский футбол, да? Да, он всегда был крепкий небольшая страна европейская но у него большие традиции братья Лаудрупы, Шмейхель поколение следующее Шмейхель Кто не знает, да Ну что касается самого вот самой финальной игры где итальянцы и британцы Вы полагали, что дело дойдет вот до пенальти и согласились с тем, что говорят, ну как и в хоккее вот эти вот булиты так и в футболе пенальти что это в основном такой элемент везения Ну ни в коем случае это составляющая идет и психология, и техника характер Что более Крепость нервной системы Да, абсолютно верно Ну и вратарь Ну вратарь, конечно У каждого вратаря есть свои секретики которые ему позволяют перехитрить нападающего Ну и вратарь находится, конечно в более лучшем положении чем бьющий потому что вратарь, если пропускает гол он не виноват Не виноват Если нападающий не забивает то были случаи даже такие что болельщики потом делали плохо этому нападающему А вот это интересно Вы сказали потому что многие считают так даже те, кто играет в футбол что вот, ну когда бьет ну тот, кто бьет пенальти неважно, это не всегда может быть даже нападающие бывает, что и защитники бьют Ну и что у вратаря очень мало шансов вообще если мы говорим действительно об мастеровитах нападающих, которые в состоянии в рамку ворот, я извиняюсь, попасть то у вратаря очень мало шансов А вы говорите, что все-таки секретики есть это не так безнадежно Это не безнадежно Расскажу историю из моей жизни футболиста Да Интересный факт Если я с Вами начну играть забьете из 3-3 пенальти с 11 метров кажется, ворота большие что там не попасть в угол Вы забьете А если я Вам скажу давай, если не забьешь из 3-3 тогда от тебя ящик пепсикола И вот тут вот Я начну дергаться, да? Да, и тут уже все И мне вот ребята в команде ящиками таскали пепсиколу Да вы что? Да, это вот мы играли и как бы я знал, что просто так они меня забьют Но как на какой-то интерес сразу же нервишки другают То есть это в основном такая все-таки игра нервов Ну, кроме мастерства Конечно Вот это и есть сила духа Нервы, дух Вот интересно Мы заговорили о вратарях очень близкой Вам теме Как раз лучшим игроком был признан вратарь Вот мы еще до эфира чуть успели поговорить и вы сказали, что действительно редкий случай, да? Может там по пальцам наверное пересчитают вообще за всю историю мирового футбола Когда вратарь признавался вот там, не знаю самым ценным игроком самым лучшим Да, вот этот чемпионат он очень много было нового необычного неожиданного и то же самое, что если спросить если вы меня спросите кто же лучший был игрок чемпионата Европы в этом году Скорее всего командный дух То есть даже мы не можем сказать что есть одна звезда которая все сделала Да Как это предыдущий чемпионат открывали звезды звезды подтверждали что они звезды а здесь получилось так что именно командный дух А что касается звезд наверное я думаю что и ваши воспитанники будут вас много об этом спрашивать вот что касается звезд иногда создается такое ощущение что вот звезда футбольная ты не знаю Рональду или Месси нет они действительно талантовые люди мы это и не оспариваем что такое ощущение что даже все все ведь и своя команда и чужая знают что это звезда и на них как-то это давит иногда такое создается создается ощущение что или расступается перед этой звездой и с таким невероятным пиететом включая судей или наоборот там пытаются как-то ударить его там не знаю по ногам чтобы отметиться есть такое ощущение что это тоже как-то давит психологически на игроков когда вот есть звезда пускай даже звезда не такого мирового уровня даже не знаю латвийского масштаба если мы можем говорить о звездах здесь но давление естественно есть как и в любом другом деле когда ты поднимаешься на пик удержаться на этом пике может только сильный человек опять скажем с сильным характером поэтому тот же Рональда и Месси вы думаете в детстве сколько с них потов сошло они закалились они стали сильными Рональда сегодня выглядит такое как бы ну помягче сказать ну человек с вызовом кажется как будто он пижончик на самом деле в детстве он очень скромный парень был как мне рассказывали очевидцы скромный парень и сегодня это просто его лицо на самом деле он нормальный обыкновенный человек я даже знаю как когда он приезжал в Латвию там как люди там с ним фотографировались он никому не отказывал вообще так сказать не звездил это класс обычно великие мастера звезды они в жизни очень скромные люди это точно такое слово может быть не эрадийное без распальцовки да абсолютно верно распальцовка идет уже это по замашкам вроде фраер но не фраер это точно это точно да говоря о вашей футбольной академии это на самом деле здорово потому что мы знаем что в свое время там родители как им казалось таматливых там детей которые подают надежду футболе пытались куда-то за границу пристроить сейчас есть такая возможность в собственном доме вот может быть несколько слов об этом и может быть заодно было бы интересно вот ваше ощущение подсознательно не сидит вот такой не знаю почему стереотип сложил что Латвия совершенно не футбольная страна потому что даже если ты у людей которые может быть не увлекаются спортом каждый день на улице спросишь вот какие главные виды спорта в Латвии ну он назовет хоккей и баскетбол не знаю или баскетбол хоккей да теннис еще в последнее время из-за вот наших девушек замечательных да Остапенко и Севастова заговорили потом может назовут пятерки футбол может быть и нет почему вспоминая историю латвийского футбола она есть эта история к сожалению к сожалению каким-то образом ну я думаю это должно наша латвийская футбольная федерация это понимает исправит ошибки были потеряны традиции той истории которая была в Латвии в советское время очень хорошая была команда Ришска Даугова ее любил народ сам еще успел побывать на нескольких играх полный собирался пол каждой игре собирался полный стадион люди стояли последний раз на Даугове я помню что люди стояли как на Даугове как в советское время это когда с Конто команда играла с Интером да лигу чемпион как тогда раньше называлось УЕФА по-моему какая-то лига или кубок ну неважно да кубок чемпионов да кубок чемпионов и тогда вот люди на одной ноге стояли потому что вторую некуда было поставить на трибуне а в советское время на долгу уходили это классная традиция была пусть наша команда не играла на высшей лиге но она очень популярна была в советском союзе по крайней мере они были фаворитами первой лиги и мне кажется что даже высшую сейчас разные есть гипотезы не выходили потому что думали что большие будут расходы и особенно даже не старались а могли бы и там играть даже неплохо да абсолютно верно и потом вот что-то когда переемственность поколений была в начале тогда и успех был у нашей сборной Латвии мы попали в финал чемпионата Европы то есть мы передали переемственность приняли переемственность от ветеранов и передали молодежи сейчас к сожалению этой переемственности нету и естественно и пропал интерес у людей в Латвии к латвийскому футболу я думаю будут мы знаем эту проблему исправим ее и вот сейчас с нашей академией вместе с родителем будем поднимать да вот может быть несколько слов как родилась вот эта идея академии я знаю что по-моему если я не ошибаюсь если я ошибаюсь поправьте Сергей Ломакин помогал вот в создании этой академии несколько слов об этом да интересно что первая встреча у меня с господином Ломакином произошла на стадионе Сконта и как-то сразу же сразу же он говорит слушай а ты не хочешь перенять давай объединим тогда еще академия Сконта хорошо играла у нас две команды были лидерами латвийского чемпионата он говорит давай объединимся сразу я не дал ответ потому что очень много в Латвии было таких дельцов которые приходили и сразу же растворялись но видя в течение года какие вложения происходили в клубе Рига как они реставрировали стадион приводили в порядок Манеж Сконта я понял что этот человек он хочет помогать нашему футболу тогда не мог понять почему и принял решение объединиться и мы пошли вместе сегодня футбольная академия Рига это я точно могу сказать это лучшее что есть в Латвии да при том вы упомянули Сконта я так понимаю эта команда все время была вам родной да вы же защищали да конечно со Сконта клубом очень много связано 6 лет я играл в этой команде после того как приехал с Украины много времени провел на Украине играл вы все время по-моему в факеле играли если не ошибаюсь после Сконта в Воронежском факеле играл кстати была крепкая команда в первой лиге да 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 и попал в список лучших вратарей но возраст уже как бы не позволял дальше играть и вот принял академию тогда Сконта что касается вот самих вот не знаю может быть родителей которые вот обдумывают чтобы ребенок действительно занимался профессиональным футболом какие есть не знаю предпосылки насколько вообще долго вот обучаться вашей футбольной академии ну в академии Рига чтобы люди сейчас не удивились бы которые слушают радио в академии Рига вообще обучение футболу абсолютно бесплатно абсолютно бесплатно это вы серьезно сейчас и мало того что мы еще и экипируем игроков которые приходят с мало до велико у нас есть как бы есть комплект который клуб выдает там 5-6 номинаций сейчас не буду перечислять и там теплую куртку если шапочку там уже родители докупают а так вот вот такая такая у нас сказка а можно вот действительно ну ладно хорошо мы сейчас жили в таких условиях пандемии но вообще можно совмещать учебу не знаю в школе и вот занятия футбольной академии да конечно мы без образования футболист на поле ничего не может сегодня футбол умный это опять европейский замечательная кстати вот фраза потому что кто-то наверное считает что а главное уметь гонять мячик ни в коем случае мало того что выйти на поле надо думать но надо еще думать что ты делаешь за полем как ты разговариваешь с людьми когда я например приезжаю на стажировку с каким-то из наших воспитанников чтобы смотреть не только что парень делает на поле как он держит вилку как он садится за стол как он общается целая целая система то есть есть этикет и у футболиста целая система конечно и скауты они смотрят если у парня масла как говорится в голове нету тогда и нет смысла в него вкладывать ничего все равно где-то он даст трещину вот вы уже как бы предварили мой следующий вопрос вот ребенок занимается вот вашей футбольной академией какие дальше перспективы роста какие есть варианты если вы допустим видите что да действительно отвечает всем критериям подает надежды действительно есть такая искорка и как вы сказали есть масло в голове что дальше дальше мы ведем футболиста до 16-летнего возраста самыми одаренными мы заключаем уже профессиональный контракт и ведем его первой команде чтобы он заиграл бы в первой команде потому что я знаю точно что у нашего клуба задача в первой команде чтобы она играла бы в европейских кубках в групповых турнирах то есть значит легендущая позиция в чемпионате понятно легендущая позиция и клуб должен стать середнячком крепким середняком европейского футбола середняком это тот который играет в групповых турнирах кубки УФА многим другим мы даем возможность 16 лет поехать на смотрины у нас есть сеть скаутов агентских компаний которые доверяют моему слову потому что до сегодняшнего дня плохой товар я не приводил если можно сказать футболиста так назовем товар не приводил то есть если я говорю что мальчик Петя хороший нападающий посмотрите его на 10-дневный сбор на недельный сбор он едет на просмотр в Германию в Италию в Испанию то есть такие ведущие страны да в топ страны и в топ академии не просто куда-то а в топ академии и очень часто бывает что парень там остается и то есть есть ваши воспитанники которые уже сейчас там закрепились если так можно сказать да много ребят которые ездили и закреплялись но одна фраза одного футболиста он сейчас действующий не хочу его называть фамилию латвийский латвийский да конечно 16 лет когда мы приехали в в эту въезжали в город где базируется эта академия мальчик когда увидел эту красоту этого города этого места он говорит да здесь моей маме понравится я ему сказал ну давай покажи себя и ты останешься здесь жить и мама к тебе приедет и он показал себя проявил себя и академия с ним закончила заключила контракт а если заключает такая вот ведущая европейская академия контракт то есть надежда что он заиграет потом вот в хороших клубах да в профессиональном да ну там уже идет такая серьезная мясорубка и на сегодняшний день к сожалению преодолеть ее наши ребята пока не могут они все возвращаются в Латвию ну очень большая конкуренция очень большая ну конечно в Европе то что они возвращаются в Латвию может быть часть это даже неплохо в конце концов это повышает общий уровень латвийского футбола да но хотелось бы для нашей национальной сборной чтобы наши ребята играли в топ-клубах тогда это подъем да вот тоже интересный такой вопрос я думаю вам часто его задают вот всегда наверное будет дискуссия вечная да нужно ли не знаю устанавливать жесткие лимиты на легионеров или вообще может быть там не знаю чемпионате Латвии обходиться без них вот как как вы считаете ну может быть радиослушатели сейчас удивляться удивляться тому что я скажу руководитель академии но я сторонник за то чтобы должны были ради того чтобы футбол был на высоком уровне смотрибельный чтобы он был да у клубов должна быть возможность приглашать более сильных футболистов если академии не могут воспитать таких таким образом тогда будет нам к чему стремиться уже не говоря о том что в принципе ну мы достаточно маленькая страна и может быть как раз хорошо что приезжают какие-то если они действительно выше уровня чем латвийская иначе какой смысл легионеры и тогда наши к ним подтягиваются и ничего же тут не надо изобретать велосипед правильно совершенно верно и действительно в футбольный клуб Рига приезжают очень интересные футболисты единственное что один футболист не может сделать результат это же команда это должна быть команда чтобы команда сплотилась это время надо а насколько есть возможность приглашать иностранных не знаю специалистов тренеров потому что мы много говорим о самих игроках наверное очень важно что приезжали и те которые могут ну что-то дать из таких может быть в свое время с какой-то хорошей карьерой ну я всегда за то чтобы был бы замес это только приводит к хорошему а руководители они должны уже определять где хорошее зерна от плевина это как бы шелуху отделять что касается вообще вот латвийского чемпионата вот все-таки за последние годы уровень возрос потому что здесь тоже мнение у спортивных комментаторов как бы отличается кто-то говорит о том что такой вот как он был такой ну достаточно на европейском уровне невысокий я так дипломатически говорю такой он остался другие говорят что нет все-таки за последние годы ну ладно пандемия может быть особая ситуация да без зрителей тут тяжело и оценивать но тем не менее что все-таки постепенно это уже не самый слабый чемпионат в Европе ну вот с какой стороны смотреть если смотреть со стороны финансов то точно он вырос уровень латвийского футбола он вырос клубы стали богаче это однозначно что касается результата ну примерно он видимо стоит где-то вот на том же уровне почему он не поднимается мое мое личное мнение что в Латвии футбола не так много как всего остального вокруг футбола к сожалению да это правда это мешает подняться да может быть об этом еще если успеем поговорим но все-таки что касается сборной мы не можем об этом не сказать потому что последние годы она нас не знаю больше разочаровывала чем радовала я даже не могу сразу припомнить да вот были отдельные такие вспышки когда мы говорили что о там не знаю Турция это наш клиент кто-то смеялся да ну я так утреваю но в принципе к сожалению когда мы проигрывали даже таким совершенно карликовым странам да чуть ли не полупрофессиональным которые там собирались кто инженер кто парикмахер собирались играли и мы там или вымучивали какую-то там победу 1-0 или вообще даже умудряясь и проиграть почему ведь считается что сборная Латвия приглашается игроки хорошо пускай не из топ-клубов и из чемпионата Латвии ну не самые же плохие те лучшие которые вроде бы у нас есть да ну здесь хорошо хорошо можно понять следующее еще раз продолжу тему насчет того что насколько насколько у нас вообще есть футбол в Латвии это и нашей национальной сборной касается что все-таки футбол люди могут играть на лужайке они могут играть где-то там на асфальте еще где-то это такой демократичный вид спорта а что касается профессионального футбола там должны быть профессиональные футболисты работать и профессиональные специалисты люди которые жили футболом живут футболом и будут жить и никак не может пианист например учить не знаю трубочиста чистить трубу то же самое трубочист не может пианиста научиться играть то же самое в футболе с чего мы начали что нет переемственности ее не произошло и просто говоря мы живем в стране в Латвии вот у меня с детства есть такое я латыш по национальности но если за столом сидит пять латышей один русский будут говорить на русском языке если в футболе сидят пять специалистов родной профессии но не футболистов то там футбола не будет должно быть пять футболистов обязательно которые поведут будет традиции они будут передаваться просто то что рядом но они знают они как бы футбольные люди они отличаются от других как и да как и журналисты отличаются от других конечно вот интересно вот я как болельщик иногда вот ты смотришь там за играми чемпионата когда играют сборные Латвии не знаю все время создается такое ощущение может быть почему-то наши ребята боятся на них давят вся этот негатив прессе который на них выливается я понимаю психологически и больше они пытаются или как бы не столько созидать говоря простым языком сколько разрушат соперника и постоянно следуют вот эти вот пасы назад вот постоянно идут какие-то перепоясовки назад 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 я понимаю вот даже как болельщик в какой-то момент мне становится скучно ты вроде должен за наших ребят переживать а ты не видишь этого драйва да притом даже с командами которые вроде бы твоего уровня я понимаю что если мы там будем играть где мы там сыграли 7-1 по-моему с Германией да так сказать и так далее ну понятно да там уровень сразу в классе чувствуется но ты играешь к примеру с командой своего уровня но почему постоянно такой футбол назад 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 там в лучшем случае дойдешь до какого-то стандарта да совершенно верно а задача у вас да эти вопросы нет нет это опять футбольная жизнь это касается нашей сборной я как в прошлом вратарь сборной могу рассказать и болельщики со стажем вспомнят эту ситуацию когда мы играя в антифутбол давали результаты мы в ничью сыграли первую самую первую игру в ничью сыграли 0-0 с датчанами следующую игру мы в 0-0 с испанцами сыграли об этом же можно только мечтать было это первые наши игры нашей сборной мы стояли редутами перед воротами и вообще центр поля не переходили но результат был результат был мы перепуганы да как датчане тогда чемпионы Европы кстати к нам приехали и потом тогда руководил сборной царства небес на Янис Гиллис прекрасный тренер молодец он дал результат дал первые шаги но мы все время грубо говоря задницы и ворота закрывали и пришел амбициозный необычный тренер грузин да Риван Джуджашвили который начинал установки так тихо спокойно и потом в конце фишки летали как грузин он эмоционально передавал нам свою энергию свой запал такой что мы не хуже других у нас пошел результат мы диреков обыграли кого только не норвежцев обыграли то есть драйв нужен драйв пошел и мы не просто да прервемся буквально на пару минут короткая пауза Раймонд Лайнз у нас в студии президент футбольной академии Рига не переключайтесь Радио Болтко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы, интересно, и за кадром, если так можно сказать, тоже, конечно, дискутировали, обсуждали. Возвращаясь к вашей футбольной академии, не знаю, всегда ведь мальчишки, мне так кажется, многие амбициозные, говорят, все хотят быть нападающими, звездами, в худшем случае, если так можно сказать, полузащитниками. Наверное, вот вратаря и защитники, я понимаю, что вратаря – это вообще штучный товар, но все-таки как вы все-таки пытаетесь понять, какой же амплуа больше, где больше пользы принесет ребенок? Ну, на самом деле, самых спортивных, самых быстрых, и, конечно, мы хотим, чтобы они нападающими были прежде всего, но вратарь – это такое, что-то в голове, там есть что-то иначе, вот он просто хочет быть вратарем. Он самый сильный, самый быстрый, его, говоришь, давай в нападение, он говорит, если команде надо, когда надо, я буду нападающим, но так я хочу быть вратарем. Вот душа у него лежит именно так. Это призвание, это призвание. Ну, и не нужно человеку мешать, если он считает, что… Ну, конечно, конечно. У меня были попытки изменить, из вратарей сделать нападающих, но все равно, в конце концов, он обратно вставал в ворота. Не знаю, мне всегда кажется, вот это очень симпатично, когда там, не знаю, команда проигрывает, помните, какой-то угловой, да, и вратарь бежит, так сказать, через все поле, чтобы помочь, и были случаи, когда даже забивает, да, вот головой выпрыгивает, но все-таки в этом что-то есть такое, да. Да, футбольный драйв, да, как бы боженька дает сверху, там звезды сходятся так, чтобы футбол был бы все-таки интересным. Но он такой есть, футбол это покорил сердца многих. Да, действительно, это очень интересно. Вот в свое время у нас был в студии пахарь, да, и я тоже задал такой вопрос, вот что же происходит, и когда смотришь, ну ладно, в чемпионате Латвии, поскольку там играет легионер, может быть, нет, но очень часто ты смотришь игру, мы опять возвращаемся к нашей взрослой сборной Латвии по футболу, у нас же такая боль, и ты чувствуешь, что больше двух пасов точно не могут отдать. Что это? Это нервы? Это команда не позволяет? Или все-таки вот как-то нет, что, вот что-то какая-то, не знаю, может быть, тренерская недоработка, может быть, с самого детства. Вот эта, как говорят, культура паса у нас, я не хочу сказать, отсутствует, но она очень слабенькая. Вот когда смотришь, хорошо, если два точных паса в ноги, никуда-нибудь за спину, в спину, куда угодно, в тело, только не в ногу. Ну, здесь такой микс-совокупность получается, что наши футболисты, к сожалению, они не играют в топ-клубах европейских, они играют на более низком уровне, и тренеру ничего не остается делать, как принимать ставить... Вот эти правила игры, да, скажем так? Да, принимать, они не успевают, скорости другие, если они играют со сборными хотя бы Мадагаскара, в конце концов, но там все равно есть какая-то звездочка, или характер, или еще что-то. И, ну, вот, что-то, что-то... С ними мы можем играть, но когда топовые сборные играют, там вообще без шансов, и хорошо просто, чтобы центр поля перейти для наших команд, это уже счастье. Почему, еще раз говорю, я не могу сказать, что наши ребята хуже, они слабы, просто уровень чемпионатов, в которых они играют, они привыкли к тем скоростям, к тем единоборствам... То есть они как бы привыкают к этому моменту? Да, идет привыкание. Возвращаясь к своему опыту, как наш тренер Александр Петрович Старков, он на тренировках нас все время гнал, он заставлял нас гнал, 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 и быстрее, быстрее... Физика, физика, физика имела значение. Нет, гнал упражнения, действия на поле. То есть если я мяч принимаю, мне Раймонд быстрее, давай быстрее, быстрее, две секунды даю, тогда мяч чужому там. Ну, чтобы все, надо быстро делать. Потому что он знал, что мы в Лиге чемпионов будем играть с Барселоной, с Интером и так далее. Там другие скорости. Там нам не дадут. И другой уровень вообще. Да, и за счет этого нам все-таки получилось, тренер, он знал, у него была цель, он знал, куда он попадет, в каком месте мы попадем, и мы вот за счет скоростей мышления, не только то, чтобы быстро бежать, голова должна быстро думать. Вот интересно, я думаю, все помнят любителей футбола, если не ошибаюсь, 2008 был год, когда сборная Латвии вышла из своей подгруппы, участвовал в чемпионате Европы. Четвертый. 2004. 2004 год, да, 2004 год. Ну, может быть, с одной стороны, это уже и давно, но все-таки, скажем, в этом веке, 2004, все-таки как-то вот звезды так совпали. Опять-таки, главный тренер был Старков, и действительно, все-таки мы показали, что мы можем, что не безнадежная ситуация. Ну да, то, что я вам сказал, что ребята были приучены к более быстрой игре за счет тренировок. Они же играли в основном тоже до чемпионата, до отбора, они играли все вместе с ком-то, но на тренировках Старков гнал их все время. То есть выше уровня чемпионата, да? Выше, да, выше игрового уровня чемпионата он усыпляет. И тебе уже начинает казаться, что ты звезда. Да, не только футболистов, но и болельщиков усыпляет. Тогда на тренировках надо игроков ставить цитнот. Подсказка тренерам сборной и клубов, которые играют. Да, еще тоже интересно, это может быть на примере, помните, как в свое время всех это такая была сенсация сборной Исландии, да? Ну там, может быть, я не знаю, вы лучше скажете, может быть, не за счет скорости, но мне вот все-таки действительно, когда они понимали, что, может быть, их сила, как это в стандартах, да, мы видели, как они даже вот из-за боковой подавали мяч прямо в страфную площадку. То есть они сделали все, ну, исходя из их уровня мастерства, чтобы побыстрее все-таки этот мяч до штрафной площадки противника каким-то образом все-таки его туда перенаправить. Да. Если взять Исландскую сборную, то можно посмотреть, игроки-то, основные игроки Исландской сборной, они играли в профессиональных клубах. Топ Европы. Вот ответ. Не надо было, как Старкова их искусственно в цитноты ставить. Их чемпионат тех стран, где они играли, уже... Потому что просто там не будешь выдерживать конкуренцию, если ты не будешь там так играть. То есть там это в порядке вещей. Топ-клубы, скорость, 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 да. Ну, чтобы туда попасть, там была заложена государственная программа 15 лет назад. Кстати. В Исландии. Там все... И спортивные базы, манежи, все было заложено. И детей в 16 лет отправляли в топ-академию. То, что вот мы сейчас делаем. Ну, то есть практически получается, что если проводить параллель с Латвией, то у нас в основном все это на частных инвесторах, если так можно сказать, да, которые в какой-то степени даже занимаются больше благотворительностью, да, чем бизнесом. Ну, если... То, что благотворительность, там точно. Сто процентов. Когда у нас первая встреча произошла, и я... Ну, так меня мама воспитала, я... Ну, людей не хочу вводить в заблуждение. И я Сергею Ломакину тогда сказал, Сережа, ты знаешь, дело в том, что, поверь мне, за 22 года то, что я руковожу Академией Исконта, без прибыльных проектов. Ни клуб, ни Академия Исконта. В Латвии денег заработать на футболе? То есть прямо откровенно все сказали? Да, никаких шансов нет. Чтобы не было разочарования. Это только будет твое инвестиция, твоя добрая воля, твоя любовь к футболу, в конце концов. Ну, такой человек он, что... То есть он действительно просто любит футбол, да? Он любит футбол, но вот у меня такие... Вот есть Липкий, герой Латыш, герой Второй мировой войны. Самый настоящий, между прочим. Знаете такого чего? Вот знаете, Липкий. Жанни с Липким, знаю, я прекрасно. Просто я, когда на кладбище хожу, я прохожу мимо его памятника. Я все время думал, что это такое за человек. Потом вот сейчас про него стали много говорить. Да. Но это ведь настоящий герой. Ну, он взял... Ну, как? Он взял еврейский народ, людей, он в подвале, в своем доме прятал. Что... На кипселе, да. Что для него это... Деньги он... Он... Не то, что он свои деньги вкладывал, он свою жизнь в это вкладывал. В любой момент могли прийти его расстрелять. И он это делал. Поэтому, я думаю, вот здесь, по нашему Менценату, по Сергею, я тоже самое могу сказать. Нельзя это задать. Нельзя сказать, почему он это делает. Он такой человек. Он хочет это делать. Для чего? Он знает, что прибыли не будет. А может, когда-то и будет. Я понимаю, что он об этом не думает. Я просто имею в виду... Ведь никогда нельзя исключать, что появятся у нас латвийские звезды или звездочки в футболе. Когда-то появятся? Как вам кажется, кстати говоря? Возможно. Поэтому он и заработал столько денег, что он больше знает, чем я. Я так думаю. И больше понимает. Но пока в Латвии никто не заработал. Нет, я даже сейчас не о заработке. А вообще, есть потенциал у наших сегодняшних детишек, которые действительно обладают каким-то талантом, естественно, природным упорством, там и родители понимают, стать какой-то, не знаю, там, звездой. Сто процентов станут. Сто процентов через 10 лет у нас будет звезда. Вот, я хотел это сказать. Будет, да? Будет. Будет. Звезда будет точно. Будет еще один... Так они и были у нас звезды. Не надо недооценивать. У нас и Мариан Пахарь. Абсолютно. Сау-Ген-то до сих пор его вспоминают. Мариан Сверпаковский. Да. Что он делал на чемпионате Европы в том же 2004 году? Это просто чудо какое-то. Золотому, по-моему, наш президент страны его золотым мальчиком назвал. Да, да, да. И я думаю, что еще можно вспомнить. И были крепкие очень середнячки, которые играли в хороших клубах, не знаю, там, Землинский, потом ставший депутатом СИИМа. Это как раз произошла передача поколений. Ну, что-то где-то цепочка прервалась, да? Она прервалась очень сильно. И я ее вижу, и когда, и почему. Просто говоря, на сегодняшний день, если я захожу в нашу федерацию, многие люди меняют, работники федерации не знают. Думают, кто это пришел. Меня на Украине знают, меня в России знают, а в нашей федерации многие работники могут... Как это может быть вообще? А кто это такой? У нас что, было много топовых батарей вообще? Что, у нас было сотни, я извиняюсь, да? Ну, вот это говорит, что где-то цепочка прервалась. Это мелочь, но, как и в любом другом деле, мелочи не бывает, если ты хочешь серьезных вещей добиться. Вот на ваш взгляд, я задам такой вопрос, на него сложно ответить, может быть, неожиданный. Как избавиться и можно ли? Или от этого нельзя избавиться? Это было, есть и будет в мире во всем, от этих договорных матчей, которые, не знаю, убивают футбол, интерес футболу, криминализируют его и так далее, и так далее. Это, как есть в жизни, есть черное и белое. К сожалению, вот все время идет борьба. Очень сильно бьет, конечно, эти тотализаторные системы. Это хорошо, когда люди просто играют в эту лотерею, а другое преступление... Те люди и футболисты, и тренеры, они преступники, которые уже это ставят как бизнес. Это убивает. Но федерация, мировая федерация футбольная, и даже наше государство очень хорошо в этом плане работает, и как только появляются эти проблемы, на сегодняшний день, вы знаете, и там... Да. То есть, в принципе, вы вообще считаете, что федерация сейчас, вот нынешнее руководство, на правильном пути, если так можно сказать. Да, да, да. Сейчас, по крайней мере, это непросто. Непросто черному проявлять себя. Вот все-таки я понимаю, что тяжело делать прогнозы, но вот вы сказали, что лет через 10 у нас обязательно появится звезда. Значит ли это, что все-таки в ближайшие годы, не знаю, болельщики должны смириться с тем, что какого-то, не знаю, резкого улучшения игры сборной Латвии мы не увидим? Я почему спрашиваю? Потому что есть люди, которые, может быть, ну, не знаю, выдают живое за действительное, они говорят, ну, вот, держи, вот, пожалуйста, пускай наши футболисты посмотрят, как играют вот эти команды, пускай они там учатся, смотрят на игру, там, не знаю, Италии и, значит, и Британии и учатся. Я сразу вспоминаю, это все равно, что кто-то говорит, ну, ты же видишь, как этот едет за рулем, смотри на него и учись. А как он без практики, не обладая, сможет научиться, да? Ну, очень просто, да. Вот, смотрите, футбол, это, вот, представьте себе, есть Жигули машина, есть Бентли, есть Мерседес. Да. Чтобы Мерседес, сколько завод всяких там должен сделать, чтобы выпустить Мерседес всякого, а Бентли, это вообще там космос. Сборная Англии, финалист, финалисты чемпионата Европы, они поставили в 2014 году себе цель. И под эту цель сделали задачу. Задача молодежной сборной, там, через три года... Четкий план. Добиться результата. Да, я не знаю, молодежная сборная, то ли они выиграли чемпионат Европы, то ли, ну, в финале, в хорошем результате. В финале, да, да. Следующая задача, этап, чемпионат Европы попасть в четвертьфинал. Не в финал, четвертьфинал. Все постепенно, стейп-бастейп. Нет, полуфинал, полуфинал попасть. Они хорошие теперь. И цель какая? В 22-м году стать чемпионами мира. Ну, это государственная идет программа с поддержкой Федерации Англии. Это все вместе, они поставили задачу, они к ней цели. Что у нас в Латвии? Как мы можем на что-то рассчитывать, если у нас сегодня, как я вначале сказал, у нас есть все в стране, кроме футбола? Точно, абсолютно. А наша цель не поиграть в Сан-Марина. Ну, я так утрирую. Сегодня мы добрались уже до этого. Ну, в принципе, какая у нас цель? Вот такое у нас произошло. Вот играем с любителями, и мы говорим, да, только бы не опозориться. В принципе, это все. Да, к сожалению, это бы уже стало опять присутствовать. Если этого уже не было, и мы крепко так стояли на ногах, мы вообще сборной Латвии, на самом деле, 60-е, 70-е в мире было. Да, это в принципе не плохо. Это крепкий середнячок. Абсолютно. Для нашей страны. И потом такой обвал, провал. Да, да. И самое главное, что у меня такое ощущение, что так вот отвыкли наши игроки от игры, как говорят, первым номером, что даже я не знаю, с кем они будут играть. Там чуть ли, ну, я утрируюсь, какой-то дворовой команды. Смогут ли они вообще переключиться от этой вот защиты, от того, чтобы быстрее любыми путями отбиться, да, и играть первым номером? Ну, отбиваться тоже надо умею. Да, нет, нет. Те же итальянцы, катаначи, у них игра была не пробить оборону, они голик, раньше итальянская сборная, они голик забивают, и все, и потом больше их было не вскрыть. И играет на удержание, да. Их не вскрыть было никак. Да, если издалека что-то не залетит случайно, то практически не вскрыть. А сейчас итальянцы играют в открытый, красивый, яркий футбол. Да, зажигающий, да. У них находка Мончини. Да. По-моему, он ни одной игры не проиграл, как пришло в сборной. Мне кажется, что да. Это вообще чудо какое-то. Ну, то есть, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно поставить цели, программу сделать, чтобы не только дядя Вася помогал бы развивать эту программу. Это должно быть государством. Футбол – это космическое, какой-то невероятный спорт, который, чтобы воспитать футболиста, это не Бентли надо сделать. Это просто что-то невероятное. Потому что футболист, даже не знаю, потому что футболист сегодня сколько стоит? Это самое дорогое, что вообще есть. Сколько стоит футболист? Когда эти цифры называют? С сыном дискутирую, я говорю, посмотри, вот играет, ну, я так утрирую, ну, неважно, играет там Италия и Англия, но там ведь даже самые, кто выходит на замену, это все миллионеры. А чтобы этого миллионера получить в команду, сколько надо в день в день в жизнь получить? И в три раза больше миллионов, да. Вот это поэтому, чтобы чего-то добиться, нужна программа, она должна быть. Но зато, когда ты смотришь, вот как играют топовые команды европейские, топовые сборные, как у них кто-то хорошо сказал, иногда создается ощущение, что это мало того, что что-то космическое, такое ощущение, что у них этот мяч, он как будто, знаете, вот как магнитом притягивается, да, вот какие пасы, как это все происходит, и все это происходит на скорости. И это все делает людям, что иногда вот поражает, не какой-то робот. Ну да, это, мне кажется, какой-то божий дар. Вот когда Роналдо к нам приезжал, в нашей сборной играл, Португалия с Латвии, ну как ему мяч в голову прилетел, если кто помнит, можете посмотреть, человек остался случайно на дальней штанге, ему прилетает мяч в голову, про него все забывают, попадает в голову, влетает в ворота, гол. Но мы все знаем, что надо держать этого Роналда, но почему-то в какой-то момент он остается один. Ну это же что-то фантастическое, да? Да, это да. Фактически должно быть три человека, которые должны были его держать, и он все равно умудряется забивать. И он умудряется один оказаться возле ворот, вот как это возможно, что самый опасный игрок, и он один остается. А где защитники были? И они сами это не могут объяснить. А чем разговор, да, вот это что-то невероятное. Да, вот в этом, видимо, и есть. Мы ищем, у нас есть и в Академии такие звездочки, которые тоже мяч попадает в голову, влетает в ворота. Просто так, есть, да. Но они знают, где стоять, как кто-то сказал. Что-то их ведет, какой-то компас их ведет в это место. Нет, этому не научишь. Это голевое читье. Это вообще иногда даже не объяснено. Это не искусство. Вот это? Да. Можно научиться обороняться, но забить гол, это такой мазок Пикассо. Да, это, кстати, вы абсолютно точно сказали, потому что, по-моему, мне кажется, вот в хоккее, по-моему, грецкий сказал, не важно, что важно не только как бы вот правильно отдать пас, важно чувствовать, где, в каком месте должен находиться в этот момент. И этому практически почти невозможно научить. Да, вот. Не возможно. Это не практически невозможно, этому не научиться. Да. И когда вот эти рабочие голы, как вот итальянцы, забили фактически третий раз, когда они вот сравняли счет один-один, вот там был целый ряд там вратарь героически сражался до последнего, да. Но это был, как говорят, рабочий такой гол трудовой. Но есть такие фантастические голы, которые даже никто не может объяснить, как этот гол так залетел, по какой траектории. Это что-то тоже невероятное, да? Да. Ну, этим и хороший футбол. Да. Спасибо большое. Спасибо.